На сегодняшний день в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по вольной борьбе «Карачаевск» этим видом спорта занимается порядка сотни спортсменов. Среди них как спортсмены, только начинающие свою карьеру, так и члены сборной команды России, которые отстаивают честь страны на крупных международных турнирах. Как раз один из подобных турниров завершился накануне в городе Кемерово. Пятый международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава» собрал 186 борцов из 25 стран. В весовой категории до 74 килограммов на турнире выступил Хусей Сувинчев. Спортсмен Центра спортивной подготовки «Карачаева-Черкесии» провел пять схваток и во всех одержал уверенные победы. Турнир был неплохой, мне очень понравился. Пять схваток сделал, соперники тоже неплохие были. Призеры России, вот свежие с Ингушетии. За выход в финал прошел одного призера России, который стал. Его прошел. Финаль тоже неплохой был соперник. Чеченец в Чечне. Тоже его прошел. Уверенно вроде прошел всех. Рад такому развитию событий наставник спортсмена Алхас Чочаев. По словам заслуженного тренера России, Хусей полностью оправдал на турнире возлагаемые на него надежды. Хусей отборолся очень хорошо. Я доволен его выступлением. Хоть он не был в пике формы, но он отборолся, проявил характер и стал чемпионом. Я доволен его выступлением. И наши болельщики очень обрадовались. Во второй день турнира в весовой категории до 70 килограмм выступил еще один наш спортсмен Алибек Агбаев. Он также уверенно провел свои схватки и лишь в финале турнира уступил спортсмену из Словакии. В финале я боролся со Словакией. Осетин борется за Словакию. С ним тоже очень напряженная схватка была. В конце чуть-чуть я сам допустил несколько ошибок и проиграл эту схватку и стал вторым. Будем тренироваться дальше, работать над своим ошибками. Схватка была такая равная, но в конце схватки, я думаю, чуть-чуть подустал Алибек. Больше, чем его соперник. И в равной схватке он проиграл Словаку. Стал вторым призером. Тоже, я скажу, очень серьезный результат. Также он показал очень хорошую, зрелую борьбу. И, я думаю, очень обрадовал наших болельщиков. Следующим турниром, к которому активно готовятся спортсмены, является открытый турнир на приз олимпийского чемпиона Мурада Умаханова. Главным же стартом в текущем году спортсмены называют гран-при Иван Ярыгин, где они надеются показать хороший результат.